Есть идея и проект объекта. Осталось найти удачное место и финансирование. На Думском комитете в очередной раз подняли вопрос об установке в Сарове памятника пограничникам всех поколений посвящается. Во время прошлых обсуждений от депутатов прозвучали замечания и предложения, но актуальность монумента бесспорна. Багнит Сарова, естественно, нужен. Он отражает участие многих саровщан в охране китарственной границе. Многие пограничники Сарова участвовали в боевых местах в Афганистане, в чеченской компании. Сейчас в данный момент находятся в зоне своего, из которого пришли, из которого там находятся. И с появлением памятника появится новая общественная пространство, куда можно будет прийти ветеран в ограниченную службу, привезти своих детей, ну, жмотов. Часть средств на реализацию проекта авторы собрали самостоятельно, но этого недостаточно. Другую часть финансирования возможно получить в рамках регионального проекта «Вам решать». Депутаты отметили, что у инициативы будет больше шансов, если памятник будет частью какого-то сквера или мемориального комплекса. По словам председателя городской думы Антона Ульянова, для этого лучше всего подходит новый район. У нас есть вечный огонь, это главный, наверное, такой центральный. Но у нас, например, есть аллея 50-летия Победы. О ней вообще мало кто знает, в новом районе. Она в не очень хорошем состоянии. Мы вот с администрацией обсуждали, все согласны. К 80-летию Победы нужно вообще приводить всё в порядок, изыскивать сейчас средства, ресурсы. Но новый район, он густонаселённый. И вот то, что предлагалось, например, вместо памятника, памятник пограничника – это ещё идея такая. Ближе к границе города, по дороге на 4-е КПП, там, это хорошая идея. И нужно такие объекты создавать. Ну, посмотрите, у нас вот тематических таких вот там скверов в новой части города много ли? Возможность установки памятника пограничникам всех поколений посвящается, пока остаётся в доработке. Дарья Кузина, Руслан Лапшин, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров-24.